Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и разработчики в воскресенье порадовали нас великолепнейшей рулеткой на Бураско. Обалденный средний танк 8 уровня и что самое классное, здесь не так уж и много прокрутов 17. И ценники на них очень даже божеские. Если вы прокрутите полностью всю рулетку, вы потратите 14 312 голды. Давайте будем говорить округленно 14 300. Если вы заберете машину ранее, ну допустим на 13 прокруте включительно, то танк обойдется вам менее 7000. Если прокрутите 14 прокрут, то 7882. 9762 за 15 прокрут и за 16 прокрут 12 312. Напомню, Бураско очень часто продавали за 10 тысяч золота, можно сказать в голом состоянии. Здесь помимо Бураско вы возьмете себе еще контейнеры, легендарный внешний вид, x5 в количестве 10 штук. Два раза можно забрать. Да, пускай немного, но немножко свободки положили и целых два обвеса. Короче говоря, ребят, рулетка действительно очень крутая по своему ценнику. Я планирую крутить данную рулетку до победного конца. На данном аккаунте у меня Бураско нет. На счету у меня неполные 12 тысяч. Я готов продать какую-то одну или две коллекционки для того, чтобы Бураско все-таки себе забрать. Потому что считаю, что 14 312 для Бураско в составе вот этого вот набора, это вполне себе даже нормальное предложение. Плюс к тому, можно будет попытаться что-то из контейнеров себе выбить. Перед тем, как начнем с вами крутить, я хочу поблагодарить спонсора данного видео. Это молодой, но вполне себе перспективный канал по танкам Ilmer TV. Барень занимается тем, что делает не то чтобы обзоры, а полуфановое видео в отношении танков. Я посмотрел несколько видосов, мне зашло и я уже подписался. У него на счету всего 134 подписчика. Ребят, давайте до нового года догоним ему эту цифру до 1000 и позволим ему начать получать монетизацию от его видео. Он действительно молодой, перспективный и вполне себе талантливый парень, которому просто нужна ваша поддержка. Ну и то же самое, ребят, касается моего канала. Продолжайте поддерживать, если вы смотрите меня не первый раз и делаете это без подписки. Ребят, оформляйте подписочку, помогайте каналу развиваться и лайкайте данное видео. Стараюсь для вас и сливаю голду сейчас для вас, для того, чтобы в первую очередь показать, какие реальные шансы достать Бураско. Ну что, ребят, давайте будем потихоньку начинать и будем прокручивать. Первый прокрут, ребят, и... Но... Если сейчас в первые 5 прокрутов мне Бураско выпадет, я упаду реально со стула и буду биться в радостных конвульсиях. 50 серебром. Да, не очень старт, конечно. Как показывает практика, если начинаешь сразу с каких-нибудь дешманских наград в рулетке, это значит, что вам придется зайти ну прям очень далеко, для того, чтобы главную награду все-таки себе забрать. Х5 в количестве 10 штук. Ну, это лучше, чем серебро, здесь спорить не буду. 75 голды. И что мы получаем за 75 золотом? Ну, дай мне контейнер сейчас хотя бы для веселухи какой-то. Нет, 50 серебром. Бам! Ничего себе! За 75 Д2 обвес забираю. Ну, слушайте, прикольно. Не знаю, если бы мне предложили купить этот обвес за 75 голды, я бы взял его однозначно. Едем дальше. Но... Ну, давай. Ну, давай. Контейнеры, ребят. Открываем контейнеры сразу. Не буду откладывать их. Так. Я вот только не помню, сколько у меня здесь... Нифига себе! Я еще и кромвеля получаю. Кромвель Б выпадает мне в рулетке. Если я правильно помню, то кромвеля Б у меня здесь на аккаунте не было. Но перепроверим потом. Потом посмотрим. Но в любом случае, ребят, довольно-таки неплохо получилось. Так. Забираем. Здесь был всего один контейнер. Слушайте, я сейчас реально там за какую-то голему, если у меня там, допустим, кромвеля Б не было, я еще и танк себе умудрился забрать дополнительно из этой рулетки. Кромвеля я оцениваю где-то тысячи в две в голом состоянии. Как максимум. Чисто в коллекцию. Хотя многим ребятам заходит, потому что считают, что машина вполне себе фановая. Да, картонная, но довольно-таки скорострельная. Ну, давай мне, давай еще один контейнер откроем. Ну. Вот, еще один контейнер открываем. Смотрим, что в нем. Талисман золота. Понятно. Так, забираем. Крутим дальше. Не хочется, честно говоря, продавать коллекционку ради того, чтобы Бураска забрать. Ну, точнее не так. Бураска я хотел бы себе забрать на этот аккаунт. Машина действительно крутая и веселая. Но, просто не люблю расставаться с танками. Не люблю их продавать. На основе несколько танков я продал. Ну, и, честно говоря, блин, очень сильно об этом жалею. Сейчас на кануне новогоднего аукциона не хочется тратить голду на восстановление машин. Но восстанавливать буду их однозначно. Потому что с танками прощаться, ну, в крайне люблю. Слушайте, что мне нравится действительно в этой рулетке. И в чем действительно разработчики, ну, молодцы. Они не ставят какие-то там вот огромные суммы для прокрута каждого. То есть, вроде бы как бы по чуть-чуть, по чуть-чуть так. Оно как бы и накапливается. А с другой стороны и нет вот этого ощущения, что за каждый прокрут ты отдаешь какую-то бешеную сумму. У меня сейчас на счету 9100. И, в принципе, смотрится эта цифра гораздо лучше, нежели при прокруте других рулеток. Когда ты прокручиваешь рулетку, а у тебя сразу два косаря так. И сняли. Ну, давай. Давай. Блин. Так, собери их все. Еще один. Но я не думаю, что будет фарт такой, что прям две машины сразу выпало. Поэтому ничему, как бы там не особо надеюсь. Точнее, всего лишь два талисмана здесь, на этом аккаунте. Поэтому, в принципе, косарь голды через собери их все я себе назад вернуть не смогу. 8170 на счету. Сливаем уже 1150. Вот эта цифра уже, я бы сказал, более такая, знаете, прижимающая. Прижимающая на кадык. Так, забрали еще один обвесик. Так, 1385. И стремительно, стремительно уменьшается моя копилочка. Это не сильно меня радует. Вау. Мистические. Целых три мистика. Ну что, открываем. Ну, давай, сертификат мне еще и оттуда бураска заберу. 100 голды вернул. Вау. Не сильно, конечно, меня это радует. Ну, сотня лучше, чем ноль. Здесь спорить не буду, но все равно. Не то, на что я рассчитывал. Я рассчитывал на то, что здесь будет что-нибудь пожирнее. Но. Нет, ребят, ничего не получается. Талисманов у меня одного буквально не хватает. Блин, как обидно. Ну, ладно. Окей, хорошо. Что у нас получается? Сейчас возьму легкую паузу. Давайте будем смотреть, на каком прокруте я нахожусь. Я сейчас буду делать 14 прокрут. Когда я его сделаю, я суммарно, получается, солью на данную рулетку 7887. Если я сейчас заберу бураска, я его заберу, в принципе, можно сказать, дешевле стандартизированного ценника. Плюс кромвельбе. Ну, по-моему, неплохо. Аватар. Ну, понятно. Лажа, короче, ребят. Сейчас, скорее всего, будет либо легендарный внешний вид для бураска, либо контейнеры. И уж потом, явно в конце, будет сам великолепнейший бураск. Так или иначе, бураска выкатим. Выкатим в этом видео из ангара. Посмотрим, на что он способен в реальном бою. Многим, многим машина заходит. И один из лучших, наверное, средних танков на уровне. Итак, мистический контейнер второго уровня. Мистический талисман и 100 голды. Ну что, открываем. Получается, еще один мистик. Почему бы и нет? Там еще два мистика, получается, у меня в загашнике лежит. Ну как так? 10% шанс выпадения в 2 раза выше, чем у обычного контейнера. И при этом не выпадает талисман. Ну как так получается? Ну это не честно. Реально не честно. Мои шансы вроде бы повысились, но они все равно равны нулю. Знаете, это как 0 умножить на 2. И все равно ты получишь ни хрена не 2. Ты получишь 0. Вот так и у меня сейчас получилось. Ну все. Вот так вот, ребят, получается. Что мы имеем? Мы имеем 2365 и мы имеем 2 прокрута впереди. Не хватает мне существенно. И теперь возникает вопрос. Что продавать? Что продавать для того, чтобы можно было прокрутить рулетку? Так, что мне не хватает для прокрута? Не хочется просто, знаете, сразу взять и продать девятку, допустим. Ну, зачем это делать? 2550, 2365. Можно кого-нибудь, грубо говоря, за 500 голды продать. И в принципе будет неплохо. Так, кого? Ну, так, чтобы сказать, что не жалко, то некого. Всех жалко. Ну, давайте Черчилля, что ли, попытаемся продать. Заходим. Так, продаем. Блин, со скрипом души и сердца продаю. Получил необходимую сумму голды. И теперь давайте будем прокручивать. Неужели сейчас будет, блин, не бураска, а легендарный внешний вид? Вообще, по моей практике, все, что я крутил по рулеткам, все у меня было нефартово. И мне приходилось с последнего прокрута забирать. 2000 не хватает. На 2000 продавать прям несколько каких-то машин. Ну, не знаю. Либо за пятерку сразу продать просто объекта и не мучиться. Наверное, это будет правильное решение. Все равно у меня сдача останется. Ну и, соответственно, потом дособираю как-то голды. Ну и тогда уже восстановлю. Так, продаем за пятерку. Забираем бураска. Уже чисто принципиально, я бы сказал. Я всегда говорил, ребят, что если вы начинаете крутить рулетку, то вам необходимо сразу принять для себя решение. Сколько прокрутов вы готовы сделать? Допустим, там 3, 4, 5 прокрутов. И тогда на этом останавливайтесь. Дальше не идите. Либо тогда уже забирайте. Идите ва-банк. И в случае с данной рулеткой пойти ва-банк, это не самый худший вариант. Дело в том, что сейчас я бураска забрал в составе вот этого набора за 14 312. К сожалению, мне ничего не выпало такого, чтобы перекрыть разницу в 4 312. Ну, это факт. Если я правильно понимаю, то за кромвеля сейчас посмотрим, что у нас было. Так, опускаемся ниже, ниже, ниже. Итак, вот мы начали. Кромвель Б. Нет было у меня кромвеля. Поэтому можно сказать, что я, в принципе, можно сказать, вышел практически в ноль. Но в любом случае, я получил себе крутотенную тачку Бураск. Чего и вам, как говорится, желаю. Но только желаю, чтобы вы его получили, я бы сказал, на первых прокрутах. Тогда вообще прям счастье. Ну что, перепрыгиваем на мой основной аккаунт и выкатываем Бураска из ангара. Перед тем, как выкатывать Бураска из ангара, давайте быстренько посмотрим на его технические характеристики. Если вас интересует в стиле моего канала честный обзор на данную машину, то ссылочки вы найдете в описании. Там есть и зацен по броне, и сравнение с другими машинами на уровне. Ну а сейчас кратенько смотрим на орудия и ренемся в бой. По орудию действительно очень клево. Два снаряда, которые вылетают через каждые 2 секунды. Точнее, нет, не так. Два снаряда, второй из которых вылетает через 2 секунды после первого. Так будет более правильно. 320 единиц урона. Суммарно дают 640 единиц среднего по одному барабану. За два снаряда 640 закинули. И главное, ребят, не стоять на месте. Быстренько куда-нибудь поехать на другое направление. А за это время, за 18 секунд и 75 сотых, практически 19 секунд, вы перезаряжаетесь. Приехали на новую позицию, откинули быстро за 2 секунды два снаряда. И опять быстренько куда-нибудь чухнули, для того, чтобы вас не поймали. Потому что он полностью картонный. Пробитие 199 и 252 на голдовых. Благодаря тому, что в оборудовании у меня стоят калиброванные снаряды. Ездить на вентиляторе здесь нет абсолютно никакого смысла. Ну а что касается дополнительного уровня по пробитиям, то это действительно лучше, нежели вентилятор. Что касается времени сведения и разброса, орудие радует своей точностью, скоростью сведения. И действительно является вполне себе комфортным. Что касается угла склонения орудия вниз, да, здесь, ребят, печалька. В низ минус 6. Этого действительно очень часто не хватает, для того, чтобы отыгрывать на каких-то неровностях. Но за все, ребят, необходимо платить. Кстати, не показал вам, это, простите, моя ошибка, не показал вам двигатель. Почему? Да потому что здесь скорость целых 60 км в час и назад 23, что позволяет круто откатываться назад после того, как вы отстрелили свой барабан. Ну и, ребят, напомню, это очень маленький, небольших размеров я имею в виду. Средний танк, это нелегкий. И для среднего танка подвижность в 60 км, это действительно очень круто. Ну что, ребят, газанем. Почему перед заходом в бой я сказал о том, что мы газанем? Потому что на этой машине действительно получается качественно и комфортно передвигаться. Особенно она меня радует тем, что на время перезарядки я могу вполне спокойно развернуться и поехать в любую сторону, куда мне хочется. Я могу быстро сдать назад, я могу ломануться вперед и на максималке в 60 пронестись за время перезарядки практически через всю карту. Это действительно, ну, в край комфортно. Но стоит также отметить, что, допустим, вот эта карта в ураску не подходит абсолютно. Она уж слишком, слишком полна неровностей, а с его скудным углом склонения орудия вниз это печалька. И действительно, на вот таких вот картах будет отыгрываться машина не очень приятно, не очень комфортно, особенно если вы играете с сенсором. Ой-ой-ой-ой, мама моя дорогая. Ну ладно, хорошо. Сейчас, пользуясь подвижностью, перекинемся. Перекинемся в другую сторону. Выцеливает меня? Нет. Понятное дело, что будет выцеливать. Блин, законтрил меня. Так, ладно, хорошо. Не будем терять время, развернемся. Попытаемся объехать. Мне все-таки в лобовую на него выезжать. Это сразу прямая дорога в ангар. Сами понимаете, что даже с пробитием в 199, или сколько их там было, единиц, ну, все-таки не тот товарищ, с которым действительно хотелось бы столкнуться лицом к лицу. Да и плюс к тому, потом стоять на перезарядке, если вдруг он меня загуслит. Ну, в общем, не самый лучший вариант развития событий для Бураска. Я имею в виду встречаться с хорошо забронированной ВК-шкой. Но зато, пользуясь нашей подвижностью, мы благополучно заезжаем в корму к товарищам-соперникам. И, соответственно, будем потихоньку здесь шорох наводить. Так. 8 секунд. Ребята, ребята, помогайте, атакуйте их, пожалуйста. Мне очень надо ваша помощь. Ладно, одного вынесу. Второго навряд ли, но вдруг. Не хватило. Не хватило големы, и вот таким вот образом меня великолепно разобрали. Ладно, как есть, так есть. Что касается его картонности, я об этом говорил изначально. Машину очень легко пробивают, но его подвижность это просто чума какая-то. Досматриваем бой и зайдем еще в одну катку, потому что это не весь Бураск. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, ребят, к сожалению, поражение. Я из своих видео, как вы знаете, ничего не вырезаю, потому что хочу, чтобы вы видели машины такими, какие они есть на самом деле. Но, как я уже сказал, это не весь Бураски. На Бураске выходить из боя с двумя с половиной тысячами урона, это вполне себе реальность. И эту реальность можно реализовывать, я бы не сказал, что в каждом бою, но в преобладающем большинстве. Именно поэтому хочу зайти еще в один бой, для того, чтобы попытаться это доказать. Ну что, поехали. Компания, в принципе, подобралась неплохая. Есть все шансы продавить направление средних легких танков. Попытаемся это сделать, попытаемся ребятам помочь. Помню, помню о том, что угол склонения оставляет желать лучшего. Ну и, соответственно, помню о том, что картонен до безобразия и имею довольно-таки существенное время перезарядки орудия. Ну а, помня это все, попытаюсь не допускать каких-то существенных ошибок. Ну и, соответственно, попытаюсь поиграть рядом со своими союзниками. В предыдущем бою, да, соглашусь, я определенного рода ошибку допустил. Меня зацепил, зацепил азарт. Я залетел в корму к соперникам, но, к сожалению, реализовать этой позиции полноценно не смог. По крайней мере, настолько, насколько мне хотелось бы. Так, уходим на перезарядку. Второй снаряд кидать не в кого, поэтому, соответственно, не буду даже пытаться с одним снарядом кататься. Лоррейн за это поплатилась в предыдущем бою довольно-таки существенно. Именно отсутствие желания вовремя перезарядиться или забыв о том, что это можно сделать, Лорка, в принципе, потеряла все свои шансы на то, чтобы забрать двух этих товарищей, которые, в принципе, для Лоррейн с ее барабаном и скорострельностью вполне себе шотные были. Так. Блин, ну что ж такое-то. Так, сейчас секундочку, секунду. Нет, ушел. Ушел, к сожалению, но как есть. Поехали к нашему Центуриону. Жалко, ушел из-за света вражеский танчик. Можно было его добрать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, жадность, жадность, ребят. Можно было дождаться полного сведения и закинуть в Йоха, ну, как есть. Так. Погнали. Если я правильно помню, здесь где-то один шотный катается. Все. Доездился. Доездился, товарищ. Запаса прочности у меня достаточно. В принципе, могу вполне спокойно выезжать на Йоха и забирать его. Да, и плюс уже успели его подбить. Ну, вот он. Пускай один, но все-таки фраг на моем счету в этом бою. И давайте посмотрим на результаты теперь уже в победном бою. Я там снарягу использовал. И, в принципе, это отразится на общей цифре по фарму. Но я бы не сказал, что прям существенно. Вообще, на Бураске фармить можно. У него неплохой коэффициент фарма, у него неплохая доходность. И реализовать эту доходность тоже можно. Потому что действительно орудие классное и действительно нормально набрасывает. Вот один мой вот тот промах по Йоху приводит к тому, что мы не имеем 2500 по урону. 2200 с копейками. Можно сказать 2300. Если бы я там не косанул, не перенервничал, откровенно говоря, и не выстрелил раньше, чем орудие свелось, то, в принципе, сейчас было бы 2,5 там, а то и больше урона. И, в принципе, было бы то же самое. Третье место в команде по урону. Но, согласитесь, цифра по фарму от этого бы, ну, только бы стало лучше. Сейчас похвалим наших соперников, потому что ребята сыграли действительно качественно. Мне лично понравился бой. Ну, а что касается результатов по фарму, то если у вас будет према каунт активированный, это будет 64 тысячи неполных. Ну, а без према 39, что я лично считаю за вот такой быстрый бой вполне себе нормальной цифрой. Крутить рулетку или не крутить рулетку, здесь решать, ребят, исключительно вам. И, как показала моя практика прокрута рулетки, как вы видели, я прокрутил ее на все 100. То есть я сделал все 17 прокрутов и заплатил за Бураска 14 312 голды. Жалею ли я об этом? Нет, не жалею, потому что Бураск действительно машина классная. Отдельно хочу отметить, что крутили мы рулетку на том аккаунте, на котором я практически не играю. И это лишний раз доказывает, что вопрос того, как часто вы играете на своем аккаунте, не влияет на то, с какой вероятностью вам из контейнеров или из рулеток будет что-то выпадать. Ну и я, в принципе, по всем своим аккаунтам не сильно фартовый чувак. Мне выпадает крайне редко что-то из контейнеров. Ну, а что касается рулеток, то на моей практике не было такого, чтобы с первых прокрутов падал главный приз. Я побежал снимать специально для вас и еще раз напомню. Мне очень сильно хотелось бы, чтобы вы помогли мне на вот этом вот канале, который был спонсором сегодняшнего видео, догнать тысячу подписчиков до конца этого года. Давайте сделаем подарок новогодний нашему молодому автору и поможем ему развиваться. Спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь на мой канал в том числе. Буду вам рад и благодарен. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.